Причиной выступления послужило уголовное преследование местных фермеров. Гражданское ополчение. Они зовут на помощь всех патриотов и грозят содержать оборону годами. Ситуация действительно напряженная. Полторы сотни человек, многие с оружием, захватили штаб-квартиру заповедника. Началось все довольно мирно. Сперва протестующие требовали скостить срок двум местным фермерам, осужденным за поджог повредившей охраняемой земли. Потом к ним присоединились вооруженные активисты, недовольные самим существованием заповедника. С самого начала этот заповедник вредил местному населению. Для его создания забрали дома и участки у людей. Вот так правительство уничтожает чужие жизни, чтобы разбить себе парк. Требования у захвативших расплывчатые. Спецслужбы следят за ситуацией, однако вмешиваться не спешат. И такая мягкая реакция многих возмущает. Хотя лидер активистов дает интервью CNN, один из авторов канала требует называть захват заповедника терактом. Они опасны, они нарушают закон. Тот факт, что они не джихадисты, не дает им право применять силу для достижения политических целей. Они белые, в этом все дело. Вторят соцсети и некоторые издания. Обвиняют и власти, и крупные СМИ в лицемерии. Мол, захвати центр, вооруженные мусульмане или афроамериканцы, реакция была бы совершенно иной. Никто бы не назвал их ополченцами, да и применить силу для разгона, скорее всего, не побоялись бы. Второй виток конфликта, на этот раз информационный, также не оставил равнодушными российские СМИ. Russia Today не удержалась, чтобы в очередной раз не рассказать о беспомощности американских федеральных властей и якобы замалчивании темы основными телеканалами и газетами страны.